О чём идёт, собственно, речь? Мы очень часто религию понимаем как некий аналог культурной жизни человека, как некую его своеобразную сторону, которая сопряжена так же, как, кстати, и светская жизнь, с определённой культурой, с определённым церемониалом, внешними формами поведения, определённым, если хотите, укладом жизни. Но это же всё мы встречаем во всех религиях и в светской жизни. И именно понимаем религию как некий внешний определённый феномен цивилизации, жизни народа, жизни общества. Это сплошь и рядом именно так смотрят на религию. Я вам скажу, что это глубочайшая ошибка, которая, по-видимому, и приносит соответствующие плоды даже для тех людей, которые, кажется, вступают в церковь, принадлежат к ней, что-то делают так, как говорит церковь. И вы знаете, всё это делая, можно остаться вне церкви, вне религии. Религия, христианство и православие – это совсем не внешняя вот эта вот сторона жизни, нашей человеческой жизни. Совсем нет. Скажу проще. Видите, электричество горит. Почему? Вот там нажали выключатель. Контакт установили, и загорелся свет. До тех пор, пока контакта не будет, света не будет. В религии мы подразумеваем два вот этих начала. Выключатель – это человеческая свобода, это человеческая личность, это я. Я могу включить свой контакт с Богом или нет. Более того, скажу вам, полностью это зависит от человека. А знаете, почему? Потому что христианство говорит, что Бог – это и есть любовь. А вы знаете, каким свойством характеризуется любовь? Как только вы сказали любовь, вы сказали раб. Это рабство кому? Тому, на которого любовь направлена. По любви всё сделает человек, жизнь даже отдаст. Вы слышите? Вот, что содержится в этом потрясающем слове «любовь». Всё отдаст. Это раб. Бог есть любовь. И Он целиком и полностью действует своим промыслом. В чём Он и состоит, это промысл, кстати. В чём состоит? В том, что Он для каждого человека создаёт наилучшую ситуацию, наилучшую, так? В которой человек мог осуществить свою свободу. Свою свободу. И всегда Бог поступает по отношению к человеку как в полном соответствии с теми изменениями духовного порядка, которые происходят в человеке. Кстати, простой жизненный пример. Если врач действительно – это человек любвеобильный, что он делает? Он в полной рабской зависимости от состояния больного. Ухудшение – он принимает такие-то меры. Улучшение – он снимает нагрузки. Полностью зависит от состояния человека. Так и божественное действие на нас или божественный промысл, о котором так много подчас говорят, полностью обусловлен чем? Нами, мною. Вы слышите? Мною божественное действие определяется мною по отношению ко мне. Вот что такое, оказывается, любовь божественная. Это не что-то самодействующее, независимо от человека. Я вижу, им полезно. Он корчится, кричит, стой, паршивец, зашиворот и в рай. Нет, иначе мы все бы давно были в раю. Нет, человек – богоподобное существо, обладает свободой. Без свободы – это не человек. Так вот, оказывается, когда мы говорим о духовной стороне жизни, о религии, о религии говорим, мы о чём говорим? Именно о том внутреннем мире человека, который, этот мир, обуславливается прежде всего самим человеком. Знаете, как вот такой был великий подвижник древности, Макарий Великий, который очень хорошую сказал фразу, выражая вот эту потрясающую идею, идею, если хотите, зависимости Бога от человека. Вот, видишь, какие страшные фразы. В общем, тут же сжечь надо. Зависимость Бога от человека. Он как сказал, дай мне медный обл. Медный обл – это полкопейки в переводе на царские, может быть, деньги. А может, и на наши. Правда, у нас нет сейчас полкопейки. Дай мне медный обл, я тебе отсыплю тысячи талантов. Талант – это мера веса. Талант золота, знаете, сколько весит? Около 50 килограмм. Я тебе тысячи талантов, да дай мне этот медный обл. Вы знаете, какая мысль это была? Совершенно потрясающая мысль высказана. Мы свободны в своем желании. Мы свободны в своей решимости. Населенки-то у нас на полкопейки. Но дай мне эти полкопейки. Честно, от всего сердца, от всей души я тебе дам несметные богатства. Вот примерно какое соотношение между человеком и Богом. Бог ведь ждет – прояви свою ответную любовь. Хоть чуть-чуть. Я никакого насилия к тебе не применяю. Ты свободен и не могу применить. Но ты можешь оказать ответную любовь. Мне можешь не оказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова